Главная головная боль саровских полицейских – IT-преступление. За 2023 год количество дел по мошенничеству в сети выросло в 7,3 раза. При этом раскрываемость выросла почти в 5 раз. Более 101 миллиона рублей онлайн-мошенникам удалось получить от саровчан. По словам начальника полиции, 99% этих денег ушли на Украину. В ходе проведения оперативно-рыскных мероприятий сотрудниками управления было задержано 20 лиц на территории города, так называемых курьеров, которые вступили в сговор с мошенниками. И являясь пособниками мошенников на территории города, были проинструктированы и ездили по адресам пожилых граждан и забирали денежные средства, которые впоследствии переводили на счета, указанные мошенниками. Этими 20 лицами было совершено 50 преступлений. Курьеры – это в основном студенты. За прошлый год в Сарове выросло общее количество зарегистрированных преступлений на 28 случаев. При этом показатели стабильно ниже среднего значения по области. Раскрываемость дел заметно увеличилась. «Раскрываемость преступлений составила 60,7%, что на 2,7% выше, чем по результатам 2022 года, что также является выше среднеобластного значения. Среднеобластное значение составляет 53,3%. Больше выявлено лиц, причастный к совершению преступлений на 4,2% с 237 до 247». Эффективно поработали полицейские над раскрытием краж, особенно из магазинов. Воры понесли наказание в 92,2% случаев. Благодаря профилактической работе правоохранители снизили криминальную активность несовершеннолетних. «Количество противоправных деяний, совершенные подростками, сократилось на 42,4% с 33 преступлений в 2022 году до 19 в 2023». Одновременно уменьшилось количество несовершеннолетних преступников с 11 до 9. В то же время выявлено 6 преступлений, предусмотренных статьей 150 Уголовного кода с Российской Федерации «Вовлечение в преступную деятельность несовершеннолетних». На 10,5% выросло количество случаев незаконного оборота наркотиков. Также правоохранители выявили и поставили на учёт четыре преступления в сфере незаконного оборота оружия и боеприпасов. По итогам прошлого года драк в общественных местах и грабежей стало меньше. Разбоев не было. Полицейские старательно повышали качество и доступность оказанию госуслуг. По объявленным данным, 100% заявителей остались довольны.